Привет, с вами Иван, и сегодня я расскажу о лампово-гибридно-транзисторной голове Orange Micro Terror, или микротеррор, MT-20. Компания Apelsin Orange основана в 1968 году в Лондоне, и с тех пор стала в какой-то степени культовой в гитарных кругах. Но культ культом, а кушать хочется всегда, и вот компания Orange сделала серию весьма-весьма успешную, нацеленную на потребительский гитарный рынок дешевых маленьких ламповых голов высокого качества, сделанных преимущественно в Китае. Флагманом серии Terror является 15-ваттный полностью ламповый усилитель Tiny Terror. Но это видео про самый миниатюрный и самый дешевый микротеррор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внутри крошечного корпуса MT-20 размещена одна лампа в преампе 12. ЦАИК-7. Самое популярное решение для преампов. И оконечник собран на некоем усилителе транзисторном. Почему, собственно, MT-20 и является гибридом? Подключать можно нагрузку от 4 Ом и выше. Транзисторный оконечник не придирчив к нагрузке. И выносной блок питания работает как в европейской, так и в американской сети. На борту крайне простые регулировки громкости гейна и тона. Также есть AUX-IN вход для MP3-плеера для проигрывания минусовок. И имеется выход на наушники при подключении коих отключается колонка, подключенная к усилителю и можно тихо репетировать. Но я должен сказать, что выход на наушники без комбоэмуляции. То есть звук там удивительно противный, резкий, шипящий, скрипящий. На него надо накладывать капсим какой-то. К слову, Micro Terror полностью аналоговый. А пара цифровых компонентов в нем нет вообще. И если вы смотрели мои предыдущие обзоры комбо, таких как Marshall GMD-1, Line 6 Amplify 75, Yamaha THR, то Micro Terror идет в сравнении с ними примерно как сложно приготовленные и красиво поданные суши в сравнении с куском сырого мяса. КОНЕЦ 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 И сейчас я играю на оранжи, выставив гейн на максимум, тон на середину и полностью управляю звуком только с самой гитары, переключая звукосниматели и громкость, а точнее уровень перегруза ручкой волюм на гитаре. И надо сказать, что как на микротерже не крути, но все же тот факт, что это одноканальник, означает, что практически всегда вы будете играть с неким перегрузом или легким кранчем. Абсолютно чистый звук из оранжа получить можно, но он будет чрезвычайно тихий. Давайте исследуем усилитель поподробнее. Используя DI-ник, записанную гитару господином Райаном Брюсом. Ссылку на него я даю в информации к этому видео. Я пропустил выход с наушников MT-20 через плагин Torpedo Wall of Sound. Это продвинутый эмулятор кабинетов от компании Two Notes Audio Engineering. И покрутил ручки. Если вы не уверены и не очень себе представляете, как работают импульсы кабинетов, пожалуйста, посмотрите соответствующее видео на моем канале. После чего ту же гитару я записал и снял обычным способом при помощи конденсатора на микрофон из кабинета Engel 1 на 10. Давайте же послушаем, что у нас получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...